Что год тонкий лед становится причиной гибели людей, однако не у всех это спыняет. Кожный день на водоемы Могилевщины выходят десятки рыбаков. Многие гребуют правилами безопасности, основной из них на рыбаку повинна быть ротовальная камизелька. Это прописано в постанове Совета Министров об охове жития людей на водах. Что дня у зимовый сезон на заливе Днепра у районе в улице Фатина Могилева сбирается около 150 человек. За их ротовальная камизелька оказалась только на одном человеку. Как выник, мясцовые жахары не редко назирают наступство игнорования правил обеспеки. Великая колькость рыбаков разумея важность ротовальной камизельки, якая у выпадку надзвычайной ситуации может выротовать им житё. Однако веды рыбаков до Деню не захватили. Но желательно носить спасатель для жилета. Если это рано выходит на лёд, тонкий лёд, желательно, чтобы был жилет. У постанове Совета Министра у Республики Беларусь об охове жития людей на воде написано, что рыболов при выходе на лёд обовязаны надеть ротовальную камизельку, якая сдольная подтримливать стонучую плывучесть у воде. Шансы выжить при наличии жилета самые высокие. Во-первых, человек не уходит под воду. Это важно с учётом того, что в одежде держаться на плаву очень сложно. Во-вторых, наличие жилета оказывает своего рода психологическую поддержку. Если человек провалился под лёд, он понимает, что на нём спасательный жилет. Он не утонет. Это поможет ему не паниковать. Также придаст уверенность в себе. Он сможет трезво мыслить, позвать на помощь и принять правильное решение по самоспасению. Эффективность ротовальной камизельки подтверждается реальными житёвыми ситуациями. Про это, каже, статистика ротовальников. Например, ещё не было выпадков трагеды с людьми, на которых была ротовальная камизелька. И это очень важный тезис. Бережите себя. Ганна Петрова-Кумінская, Александр Тересов. Новинирегіона.